В свете рампы продолжается окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье». Сегодня глава Чуваши встретился с начинающими артистами. Женечка, это кто? Это моя мама, Белла Львовна. Мама, очень приятно. Но зачем вы пришли на наше свидание с Женей? Понимаете, Женечка очень стеснительный мальчик. И первая девочка у него появилась только в 30 лет. Я даже помню, как ее зовут. А вас как зовут? Анжела. Ее зовут Анжела. Женечка, это очень. До завершения окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» две недели. А значит, совсем скоро можно будет голосовать за понравившийся спектакль. В прямом эфире с помощью СМС. Итоги подведут в декабре. В финале выберут самых талантливых в трех номинациях. Лучшая режиссерская работа, лучшая актриса и лучший актер. А кто-то из вас я абсолютно уверен в том, что станет настоящим профессионалом, мастером своего дела. Уже на федеральном уровне, на мировом уровне у нас есть наши уроженцы, уроженки, которые на мировом уровне состоялись. Вот это да, вот это порядок. Среди школьников в региональном этапе победила студия Чебоксарского лицея номер 4 со спектаклем «Наброски судьбы». Постановка посвящена проблемам интернет-безопасности. Сценарий авторский, написан руководителем студии Русланом Медведевым. Это его 20-я постановка, причем 16 из них он написал сам. Им интересны именно те постановки, которые я пишу. Это не скучная классика, а именно это то, чтобы понравилось и этим ребятам, и их сверстникам, и другим ребятам, которые учатся в нашей школе. Поэтому я их таким образом вовлекаю. И из-за того, что мы два спектакля в год выпускаем, они сразу же живут вот этой актерской жизнью. Мой дедушка был вишней. Эта постановка признана лучшей среди студенческих на региональном этапе окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Настолько пронзительно это передано, да, вы правильно сказали, да, у меня тоже наворачивали связи, потому что это на самом деле, вот, люди, вот, проживают эту жизнь, да, играя там, я понимаю, они воспитываются, перевоспитываются. Такого масштабного проекта для любительских коллективов еще не было. Объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров задачи фестиваля «Театральное Приволжье». Образование без культуры не может быть, потому что культура это как, не просто как сопровождение, это, по сути дела, формирует нашего современного человека, формирует будущее нашего поколения. В эфире национального телевидения «Чувашия» можно увидеть все 28 спектаклей окружного фестиваля, в их числе постановки студенческих и школьных коллективов из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области и других регионов. Все спектакли в нашем эфире можно посмотреть в 9 часов вечера. Также видеоверсии спектаклей можно увидеть на сайте проекта театральнойприволжье.рф. Вот тогда-то я и придумал имя Феличи. Феличита означает счастье, а Феличи – счастливое. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.